И к другим темам. В Тюмени сегодня вновь славят человека труда. В областном центре прошел региональный этап конкурса профмастерства в номинации «Лучший фельдшер скорой медицинской помощи». Участников, а их было 34 человека, разделили на две группы. Уже работающие фельдшеры и студенты. За ходом состязаниями наблюдал Николай Смирнов. Также стоим правоостановлющие, там село Атрия, 12,5%. Александра Щербини научится на четвертом курсе колледжа, но уже вполне профессионально сумела определить травмы, наложить шину на сломанную ногу и остановить кровотечение. Хотя главная борьба, по ее словам, была собственным волнением. Приезжаешь на вызов, тебе обязательно нужно проверить, остановить кровотечение, наложить воротник, посмотреть, или нет перелова, наложить шину, там, все вот это вот. Не знаю, я сильно волнуюсь. В этом году в конкурсе «Славим человека труда» приняли участие 34 человека. 22 из них – фельдшеры выездных бригад со всей области, еще 12 – студенты медицинских колледжей. Исходя из этого, оценивали и работу их по-разному. У профессионалов есть опыт уже работы, а для студентов это больше теория. Теория и практика. Неприменительна к настоящему человеку или настоящей травме. То есть, ну вот, это учеба, чистая учеба. Но они ее смогут применить потом, когда придут куда-нибудь на работу, или к нам, или в поликлинику, или еще куда-то. Многие не в первый раз принимают участие в конкурсе. Андрей Степаненко год назад занял третье место. Сейчас настроен на победу. За год, конечно, повысились навыки. То есть старались что-то наработать, что-то отработать, что-то появилось новое в технике. То есть много новых материалов, много новых сведений появляется, что делать, как делать, как правильно это все делать. Второй этап – сердечно-легочная реанимация. Для этого используют специальный манекен-тренажер. Функционер. С этим заданием все конкурсанты тоже справились без затруднений, что говорит о высокой подготовке медперсонала. Здесь уже присутствует лучший из лучших. Поэтому, в принципе, они хорошо подготовлены. И если сравнивать с другими округами, на мой взгляд, может быть, это не совсем объективно, все-таки наши выглядят получше. Победители сегодняшнего состязания уже в декабре будут представлять наш регион в Екатеринбурге. Там пройдет окружной этап конкурса «Славим человека труда». Николай Смирнов, Сергей Жернопов. Тюменское время.